Музыка Меня зовут Роман Максименко, мы из Донецка, я из Донецка, занимаемся в Николаеве велопрокатом. Меня зовут Анна Максименко, я тоже из Донецка, мы там и познакомились, живем мы в Николаеве 4 года, наверное, да? 4 года, сейчас здесь я помогаю Роме с велопрокатом, графический дизайнер, это моя основная работа, она мне очень сильно нравится. И в общественной деятельности, мне нравится уделять ей время, я занимаюсь велорухой, такой организацией, которая развивает велосипедную активность в нашем городе. Я просто догнал свою судьбу. Он мне захотел сразу за мной пойти, потому что он был одет как рабочий, который в магазине, в автомагазине продает какие-то там аккумуляторы. Да, да, да. И он пошел переодеться. Сподел, елся бульвер, там какие-то живые. А я такая, я смотрю, стоит парень такой красивый, вообще не обращает на него внимания, думаю, ну ладно, я пошла дальше. А потом я ему дала свой телефон и прихожу домой и жду, городской, не было мобильных телефонов, это было 18 лет назад. И жду, когда он мне позвонит, сижу вот так на телефоне и смотрю, телефон не звонит. И через 3 часа случайно снимаю трубку, а она неправильно лежала. А Рома 3 часа звонил и думает, она, короче, меня обманула. И потом еще один разочек набрал, а ему другой говорит, зачем ты звонишь, она тебя обманула. Тоже так. А он набрал в тот раз, когда я уже ее положила правильно, последний, а я взяла уже тогда. Все звезды сошлись, вообще. Я не помню. Я не помню. Ну так, вообще, мы, честно говоря, не зацикливаемся на атрибутике каких-то моментов. Мне кажется, что намного важнее просто жизнь. Ну, например, Рома очень хотел, чтобы я взяла его фамилию, она меня вообще не интересовала. Я сказала, купи мне тогда кольцо с бриллиантами. Он за всю свою зарплату в магазине пошел, купил это кольцо с бриллиантами. Я забрала кольцо и сказала, хорошо, пусть будет кольцо, но я передумала, я не буду брать твою фамилию. И тогда он в ЗАГСе меня обманул. Но тоже там как-то документы подделал, раз я ему так передумала, значит, он тоже мне сказал, «Ну, запиши пока мою фамилию, потом скажешь, типа, свою». А там уже все. Да, потом изменим, да. Главный, наверное, я все-таки как мужчина. Но, опять же, решение мы с Анютой принимаем коллегиально. Семья у нас вообще очень веселая и ненапряжная. И наши дети всегда старший сын строгий. Он, наоборот, делает нам замечание, что мы слишком безответственные, слишком много веселимся и могли бы вести себя посерьезнее. Очень тяжело с Ромой ругаться. Это практически невозможно. Это плохо, потому что иногда хочется. Никак не проходят конфликты, это ужасно. Рома все конфликты сглаживает. И вообще нет ни одной разбитой тарелки. Не, я так не люблю ругаться. Я люблю тишину, спокойствие, мир, дружбу, пирожок. Я сплю и рисую, и отвечаю за то, чтобы мы ходили гулять и веселились как можно больше. Я встаю рано, работаю допоздна, не отвечаю ни за какие веселья. Я прихожу уставший домой, но, тем не менее, мы все равно успеваем, находим время погулять. Воспитание детей – это не мое, но только такое мужское воспитание какое-то принципиальное. Сера пора пошкарябанная? Ну да. Я думаю, что это правильный ответ, я тоже точно узнаю, всегда уточняю эти даты. Я скажу о своей мечте, но я не определилась. Кажется, это должно быть связано с путешествиями. Тяжело очень определиться, какая у меня прям самая большая мечта, потому что у меня много всего, и работа, и дети. А, я хочу быть самым лучшим дизайнером в мире, вот. Хотела я изначально путешествия написать, но я знаю лучше. Большая дизайнерская компания, да? Не знаю, мне такое не хочется. Думаю, оно было. А вдруг это, это что значит слово? Просто не знаю, что значит это слово. Вот это, смотри. Да. А мне оно не нравится. Мне не нравится больше. Ну и все, не было. Ну да, посуду мыть я не люблю. Меня прямо вот эта жена отучила от этого. Но я как-то теперь уже и не обращаю на это внимания какую-то мелкую суету. Я люблю больше дизайн какой-то дома делать, что-то там красивую мебель, вот так переставлять, еще что-то, да. А все остальное, нет, у меня на работе хватает. Для меня как бы вот семья, моя жена, мои дети, это самое ценное, что есть. Это ради чего стоит вставать, ради чего стоит ложиться спать, как бы, да, работать и все-все-все остальное делать, потому что ты никогда не одинок. Я читаю детям сказки, они всегда заканчиваются тем, что люди поженились. Там было очень много всего интересного, а потом они поженились, как будто конец. А потом они поженились, жили долго и счастливо, и типа умерли. Это неправильно. Все самое интересное начинается, когда люди поженились. Это вообще целая куча приключений, и любовные приключения вдвоем тоже могут быть. Я не знаю, надо перестроить фольклор, чтобы про мужа и жену были классные, интересные, привлекательные сказки. Точно, это новый тренд. Сказки встретил принц-принцессу, они повернились и как понеслась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова